Икона Божьей Матери Казанская-Вышенская посещает наш город каждый год. Икону почитают как чудотворную после исцеления от холеры жителей городов Шацка, Маршанской и Тамбова в 19 веке. В те годы икону обносили по городам и селениям Тамбовской губернии с крестными ходами целых 8 месяцев в году. Мы просим ее, чтобы нам послал Господь, она помолилась за нас, доброго здоровья нашим детям и родным и близким. Как часто в храм приходите и чувствуете вот это благословение после визита? Да, чувствую, чувствую. Прихожу и на душе становится светло, радостно. Впервые икона посетила это место больше 200 лет назад. Во время войны 1812 года из монастыря Москвы монахиня Меропия ехала в Тамбовскую обитель. Возничий хотел ограбить и убить монахиню, но вмешалось в божественное провидение. Емщик ослеп от света, исходящего от иконы, покаялся, обрел зрение и довез Меропию до Тамбова. Монахиня вместе с иконой прожили в Вознесенском монастыре Тамбова почти 15 лет. После чего, как говорит предание, Богоматерь в видении велела вручить икону Вышинской пустыни. С каким вопросом Вы к своей маме подойдете? С любым, правда? Все, в чем у Вас есть беда или какая-то скорбь или еще что-то, Вы же идете к Матери. Так как Матери Божией со всеми вопросами идут и просят, и она помогает, действительно помогает. Митрополит Феодосий вместе с епископом Петеримом совершил божественную литургию в соборе Вознесенского монастыря. Духовенство Тамбовской епархии будет совершать молебность чтения Макафиста перед иконой ежедневно. Икона Вышинской Божьей Матери пробудет в Вознесенском женском монастыре Тамбова до 8 июля. Позже святыню переправят в Мичуринск и Маршанск. Так что планируйте свои визиты в храм, времени достаточно. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.